Ваши пути были светлыми, лучистыми, и много людей могли знакомиться с тем, что вы делаете, то, что вы даете миру. Очень ценю и люблю. Спасибо большое, что есть возможность сегодня быть тоже с вами. И вчера Ирина показывала прекрасный мастер-класс по танцам, и это очень красиво, это такой полет, это просто волшебство. Спасибо большое, очень-очень счастливо. Я расскажу сегодня тему, как фотографировать и фотографироваться. Эта тема мне знакома с двух сторон. Со стороны модели, у меня был опыт двух лет работы в модельном бизнесе, и со стороны фотографа. Я работала как фотограф где-то три года. И хочу сегодня проговорить о каких-то таких важных, на мой взгляд, вещах, которые мы можем использовать каждый день для того, чтобы фотографии были ярче, интереснее, и можно было прям любоваться, и чтобы другие тоже любовались фотографиями. Итак, первое, про что хочу сказать. Когда мы делаем фотографию, очень важная часть — это золотое сечение. Возможно, кто-то с вас знает, возможно, не знает. Я очень люблю тех людей, которые меня фотографируют, научить золотому сечению, чтобы получаться на фотографиях красиво. Так вот, золотое сечение — это когда фотография делится на девять частей, ну вот так вот, по-простому. И основной объект, на котором мы фокусируемся, он находится на пересечении линий. На пересечении линий это может быть, ну вот вы видите здесь деревья на пересечении линий, да, здесь есть на пересечении линий камни. То есть то, на что мы хотим сфокусировать свое внимание, удержать именно на каком-то объекте, который мы хотим выделить туда, куда мы хотим привлечь внимание. И еще такая важная часть, и это часть про горизонты, то, что делаете вы, Ирина, вы помогаете людям расширять горизонты своих взглядов, своих мыслей. И горизонты в плане взаимодействия с другими людьми. Так вот, очень важная часть фотографии — это чтобы можно было сделать горизонт, который будет ровненько. Вот если завален на фотографии горизонт, вы смотрите на фотографии, и там горизонт, он такой, по диагонали, то будет совсем другой эффект. И, конечно, если это не специально так задумано, да, то есть если это не то, что вы художники, вы так видите, да, это совсем тогда другой контекст фотографии. То есть у вас может быть свой взгляд. Итак, горизонт, золотое сечение, да, вот то, что я проговорила, когда на пересечении этих девяти линий вы выделяете что-то важное, то, что вы хотите показать, на чем вы хотите сконцентрировать свое внимание. Это очень такой важный момент. Так, пожалуйста, в чат поставьте, как вы думаете, какая фотография, это уже мои фотографии, я потом расскажу, почему именно эти фотографии. Сейчас вы видите, как вы думаете, какая фотография по золотому сечению, какая не по золотому сечению. Поставьте, пожалуйста, в чат свой вариант. Какая фотография, номер какой фотографии, да, вот по золотому сечению и не по золотому. Так, хорошо. Да, вторая, точно, вторая фотография по золотому сечению. Спасибо, что вы включены. Это очень здорово, очень важно чувствовать ваш отклик. Что здесь важно, да, то есть на чем я фокусировала внимание? Я фокусировала свое внимание на подсвеченной части лука. И как бы у фотографии есть какая-то идея, да, то есть мы можем просто фотографировать, можем фотографировать с идеей. Когда я делала эту фотографию, для меня важно было передать идею, что может быть то, на чем мы акцентируем внимание, и то, куда попадает наше влияние, куда попадает наше внимание, то и является важным. Да, то есть если я направляю внимание свое на вот перышко лука, да, это как бы тогда становится для меня ценным, и я тогда могу уделять этому внимание. Очень важно, если фотографии тоже есть какая-то история, это тоже наполняет ее неким смыслом. И когда я думала, ну, я точно чувствовала, что хочу показать именно эти фотографии свои, да, которые я сделала. Почему? Потому что для меня в этой фотографии есть смысл, есть идея, и там еще есть как бы одна из идей этой фотографии в том, что вот лук, который растет правее, левее, он как бы такой небольшой, хотя этот лук, он был раньше поставлен в воду, но при этом он не такой большой, как тот, который справа. Это про то, что не все, что мы делаем, да, оно одинаково растет, и это тоже вот про какие-то наши действия, там, не знаю, какие-то наши проекты. Одним проектам нужно больше времени и внимания, другим меньше, да, то есть чтобы рос хорошо проект, очень важно, не знаю, вода, поливать его. И очень важная такая часть фотографии, то, чтобы она нравилась вам. Это одна из идей, которая для меня очень важна. То есть если вы будете чувствовать, что ваша фотография вам нравится, это вот замечательно. Я когда делала свой курс обучения по телесно-ритеральной психотерапии, один мой коллега, которого я спрашивала про свой курс, говорит, что ты можешь посоветовать, что мне нужно сделать, чтобы курс был лучше, и он мне говорит, тебе должен нравиться твой курс. И это стало для меня, ну, очень таким важным аспектом в том, что я делаю, да, то есть делая фотографию, и, например, если вы выставляете ее в Фейсбуке, важно, чтобы она нравилась вам. Хорошо, двигаемся дальше. Прекрасная Ирина, и я взяла эту фотографию для того, чтобы рассказать вам про то, как мы можем делать фотографию, да, и дальше плавно перейти в то, как фотографироваться. Когда мы делаем фотографию, автор этой чудесной фотографии Диана, как сказала Ирина, я знаю автора этой фотографии, это очень здорово, очень красиво, мне очень нравится, очень важно, когда мы делаем какую-то фотографию, понять, что я хочу отобразить, то есть на чем я хочу сфокусировать свое внимание, и что эта фотография будет нести в мир, да, то есть что она передаст, что она отобразит. Вот, на этой фотографии для меня вот есть очень такая идея, да, которая видна. Вот, как вы думаете, напишите какие-то ваши идеи, которые несет эта фотография. Напишите, пожалуйста, в чат, что для вас несет эта фотография. Она очень красивая, и тут вот Ирина, красоточка-красоточка. Напишите, какая идея, да, вот этой фотографии, которую вы видите. Будет здорово, если вы напишите в чат фотографию, да, что она несет. Интересно. Так, спасибо большое, что пишете. Так, Анна, знаете, как вот искусство фотографии, оно легко, если тренироваться, да, если пробовать, и в фотографии есть такая классная идея, как насмотренность. То есть если вы хотите научиться видеть кадры, да, начните смотреть красивые фотографии, и это будет давать вам возможность фотографировать, видеть. То есть фотографии можно научиться. Мне кажется, что фотографировать намного проще красиво, чем научиться рисовать, да, то есть можно просто смотреть и замечать какие-то детали. Одна из таких рекомендаций, которые может быть, например, найдите себе то, что вы хотите сфотографировать, да, например, вы хотите фотографировать листики, зеленые листья, или вы хотите там фотографировать, не знаю, там, какой-то предмет научиться, да, вы хотите ручку какую-то сфотографировать, да, просто возьмите и начните пробовать с разных ракурсов. Так, Анна Таргашова написала, красивая женщина решает вопрос по телефону, не выходя из дома. Да, здесь вот идея того, что можно решать вопросы, это то, что есть, Ирина, в вас. Можно для меня в этой еще фотографии идея того, что Ирина очень классно помогает соединить, установить контакт с собой и установить контакт с другими. И мне кажется, что вот в этой фотографии идея тоже про то, чтобы устанавливать контакты. И это то, что очень-очень сильное в вас, Ирина. Я очень этому учусь, и это очень красиво. Вот. То есть начать смотреть на те фотографии, которые вам нравятся. Можно выбрать для себя нескольких людей фотографии, чьи вам нравятся. Я очень люблю смотреть на фотографии Ирины, потому что там есть разность. И тоже очень такой важный момент пробовать разные образы для того, чтобы можно было себя увидеть с разных сторон, и можно было это как-то передать другим. Тоже я очень люблю тему востребованности психологов. И один из таких важных аспектов, который я замечаю по поводу того, чтобы размещать фотографии в Фейсбуке, например, и чтобы больше людей отзывалось на эти фотографии. Если вы привычно размещаете фотографии с селфи, то на эти фотографии будет меньше отклик. Если вы будете выставлять те фотографии там, где вы в каком-то другом ракурсе. Если вы выставляете там, где есть фотографии, например, только если вы в центре. Попробуйте сделать фотографии там, где вы сбоку. Правда, меняется акцент? Если вы только близко, попробуйте далеко. Вот будет меняться. Попробуйте себя в разных настроениях, в разных каких-то видов. Попробуйте цветовую гамму, какая вам больше подходит. Прямо прислушивайтесь к себе, что вам больше отзывается. И сейчас мы плавно с вами переходим к тому, как фотографироваться. Первое, это можно смотреть на то, как фотографируются те люди, которые вам нравятся. То есть здесь очень такой важный аспект, мы можем на это опираться. Второй момент, он у меня здесь первый. Какую идею вы хотите передать своей фотографии? Что вы хотите этим показать? То есть о чем будет ваша фотография? То, что я сейчас смотрю и наблюдаю, это очень ценно, когда фотография живая. То есть если вы хотите благодаря фотографиям себя продвигать как специалист, то будет здорово, если фотография будет нести идеи, будет нести какой-то смысл, а не просто будет сделана очередная фотография. То есть очень важная часть, чтобы была какая-то у нее идея. И я считаю, что, во-первых, здесь мы тренируем свой творческий потенциал. Во-вторых, мы пробуждаем интерес к жизни. Это такое исследование, что дает нам возможность сохранять молодость и красоту. Одна из важных таких частей. Следующий пункт, вы должны кайфовать эту идею. То есть она вам должна нравиться. Нравится именно вам. И вот здесь возможность как раз найти, что хочется вам и как вы это можете отстоять. То есть здесь еще мы можем тренировать выражение своего мнения, отстаивание своей точки зрения. Очень классно, если вы будете прям сами любоваться своей фотографией, тогда отклик на ваши фотографии будет тоже другой. Если вы это делаете для того, чтобы как-то себя продвигать, и у вас была возможность на это опираться для самореализации. Третий пункт, это состояние, в котором вы будете находиться для того, чтобы фотографироваться. Очень важно, это касается фотографий и выхода в онлайн, если вы хотите проводить мастер-классы или прямые эфиры записывать. Следующий важный пункт, это какую роль вы хотите показать на фотографии. Например, я когда проводила фотосессии, когда клиент или клиентка приходили, или пары семейные фотографировала, деток фотографировала, то я у них спрашивала, что важно раскрыть, если это была индивидуальная фотосессия. Потому что у нас есть разные роли. Я как женщина, и тогда будет совсем другая роль. Если я как женщина, то какие качества я хочу показать? Я хочу показать, что я нежная или что я сексуальная. Какую грань свою я хочу раскрыть и что тогда в этот образ нужно добавить? Можно благодаря каким-то аксессуарам это все показывать и использовать. Это очень круто, если вы можете подобрать разные роли. Если вы профессионал, то какой вы профессионал? То есть что вы хотите показать? Очень важно, чтобы вы могли для себя ответить на этот вопрос. Это будет легче для фотографа, который будет делать для вас фотосессию. Кэти, вижу поднятую руку. Есть вопросы или если есть вопросы, то можно включить микрофон и сказать? Нет, нет, Ирина. Просто похлопала. Похлопала, хорошо. Спасибо, спасибо. Я не очень понимаю про эти значки. Хорошо. То есть очень важная часть про то, чтобы вы понимали, какую роль. И вы знаете, это тоже есть такой хитрый момент, который меня очень сильно периодически злит, когда я прошу, например, какую-то обратную связь, например, фотографию свою выставляю и какой-то пишу умный, полезный пост. Думаю, вот люди почитают его, но при этом понимаю, что все равно мой пост будет читабельный, если там будет моя фотография. Вот это будет очень сильно продвигать. И тут мне люди начинают писать, какая ты красивая, какая ты там то-то. Я понимаю, что я-то писала для того, чтобы люди сказали, ой, какой у тебя интересный текст. И я в какой-то момент поняла про то, что я про это не буду переживать, потому что так или иначе это есть, и я не буду по этому поводу как-то расстраиваться. И когда я сама себя успокоила, вот мне стали писать, да, там интересный текст, полезная информация. И я считаю вообще, что красота – это то, что спасет мир, то, что воздушевляет мужчин. Мужчины, кивните мне, что вы согласны. И очень важная часть, когда реально женщина ухаживает за собой. Это очень касается тоже преподавателей. И поскольку у меня такое было сомнение, когда я провожу тренинги, чтобы люди не отвлекались на какой-то внешний вид, а больше слушали информации, то я здесь какую-то средину для себя выбираю. Потому что красота, она вдушевляет. И это очень сильно для меня проявлено было, когда я работала с подростками. Я наблюдала, с какими учителями у них лучше контакт. И очень часто бывало так, что подростки лучше входили в коммуникации, если был какой-то стиль, если была какая-то прям красота, драйв. И это очень тоже влияет. Поэтому так или иначе встречать по одежке, поэтому сделать макияж красивый, какой-то стиль привнести – это очень важно. И очень интересно, что после модельного бизнеса я очень сильно отталкивала то, что касается макияжа, потому что это точно не отображало меня как человека. И сейчас интересно, что в мою жизнь снова вернулся макияж и стиль, потому что моя племянница, она этим увлекается, она этим занимается. И на сегодняшний мой мейкап – ее рук работа. Хорошо, про роль понятно. То есть прям продумайте для себя, какие качества вы хотите передать. Это очень круто, работает для продвижения себя как специалиста и для того, чтобы выразить себя. И если фотограф разбирается в том, как человеке раскрыть его качество, это очень видно на фотографиях. Следующий пункт. Он такой очень уже профессиональный, и я очень его люблю. Это возможность посмотреть на свои фото и посмотреть, что в теле вам некомфортно, что смотреть чаще всего. То, что я замечаю, это челюсть и зажатые губы. То, что мы можем делать с вами сейчас – переключиться на тело. Я не умею без тела даже рассказывать про свое хобби, поэтому, пожалуйста, покривляйтесь, покривляйтесь камеру. Сбросьте напряжение и расслабьте свое лицо. Это поможет вам выразить эмоции, которые есть, и также сделает вас более расслабленным. Также челюсть можно немножко попроминать. Если вы хотите фотографироваться, то это тоже как бы некоторая часть такой работы над собой. Плюс еще то, что может помочь – это сброс с плеч напряжения и движение со стороны в сторону для того, чтобы у вас был гибкий позвоночник, чтобы вы выглядели более грациозно и расслаблено. Грация – это то, что есть у животных, и они очень природные, естественно, и они на всех фотографиях классно получаются. Согласитесь, помашите головой, что вы со мной согласны, потому что вот животные, они классно получаются. Спасибо. Так. Что можно еще делать для того, чтобы расслаблять лицо перед тем, как вы фотографируетесь? У вас есть ваши ладони. Вы ставите локти на колени и кладете лицо в руки. И чувствуете, что вы опираетесь на свои ладони и отпускаете голову. Мы снимаем сверхконтроль, как я получусь, красиво ли на фотографии. Мы переключаем внимание на то, чтобы тело включилось в какое-то естественное состояние. Следующий момент. Если вы хотите красиво получаться на фотографии и хотите красиво фотографировать, здесь и для фотографа, и для модели важный такой алгоритм, на который мы можем опираться не только в фотографии, в частности на фотографии, мы можем это использовать следующим образом. Подготовка – это насмотреться на разные стили, на разные фотографии для того, чтобы заметить, что вам нравится, что вы хотите передать. И не рождаются большими фотографами сразу, хотя есть очень талантливые люди, и я знаю таких. Ну, если вы хотите потренировать то, что Анна написала, что мне никогда не получится, вот я поспорю точно. Я уверена, что получится, если тренироваться. Посмотреть на фотографии других и просто передать то, что нравится вам как идея. Следующий этап – действие. То есть вы фотографируете, вы пробуете до тех пор, пока у вас не получится. Дальше – анализ. Вы смотрите, что вам нравится на фотографии, что не нравится. И после этого… Так, слышно, честно, микрофон. Кого-то микрофон, друзья, и вода шумит. Анна Сивачева. Отключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Вы смотрите и анализируете. После того, как вы сделали фотографии, тоже сделайте себе отдых. Увидите, что красивого есть на фотографии, для того, чтобы вы могли воодушевиться, двигаться дальше и фотографировать снова. То есть не нужно, знаете, как бы фотографировать, сфотографировать, сфотографировать, пока не устанет. То есть вам нужно отдыхать, как и в любом действии. И важная часть – это такая подготовка, фотосессия и подготовка в целом к тому, чтобы делать что-либо хорошо, помнить про то, что вас наполняет. Это может быть занятие творчеством, это может быть общение с каким-то человеком. Если у вас сейчас нет возможности, например, встретиться с человеком, который вас воодушевляет, и вы хотите сделать селфи, да, вот прям, вы хотите делать селфи, потому что, ну, как-то там раньше больше было фотографий, когда сейчас есть момент изоляции, меньше стало фотографий, да, там, мы не ходим там на улице так часто, то войти в это состояние поможет, если вы вспомните про человека, который вас воодушевляет. Вот я точно, когда про Ирину Соловьеву вспоминаю, меня это очень воодушевляет. И я точно знаю, что я на фотографии тогда буду выглядеть красивее, да, потому что это человек, который меня воодушевляет и наполняет. Очень тоже важная часть понять, что вы хотите передать, и передать это вот прям спросив себя, как я это выражаю, например, там, через глаза или через свою позицию. Подводя итог, я хочу сейчас с вами вместе буквально еще, буквально еще минутку, еще минутку войти в состояние, и в состояние мы войдем под музыку. Важно тоже себе найти музыку, которая вас воодушевляет. И сегодняшняя мелодия, которая сейчас будет играть, это мелодия, которая у меня точно связана с Ириной Соловьевой. Это мелодия, под которой... Я помню, как мы делали упражнение про моторные поля, когда Ирина Соловьева приезжала в Киев. И сейчас предлагаю вам просто подвигаться для того, чтобы войти в состояние наполненности. Можете подвигаться и прям почувствовать, какое у вас состояние появляется. Подвигайтесь так, как вам хочется. Ирина Соловьева. Ирина, у тебя музыка играет? Ирина? И найдите форму, как завершить движение. Почувствуйте сейчас свое настроение. Можете сфотографировать себя, посмотреть, как вы выглядите на фотографии. Для меня эта мелодия, она очень отображает те качества, которые есть, Ирина, в вас. В вас есть такая вот собранность, структурность, и при этом есть драйв, есть красота, есть подъем, движение, энергия. Это очень круто. Я очень благодарна за возможность быть в контакте, за возможность быть здесь в этот прекраснейший день с вами. Я рада, что могу быть сопричастна. Спасибо большое вам за внимание. Я надеюсь, вы взяли для себя какие-то моменты, которые для вас важны, фотографии. Если у вас возникнут вопросы, можете написать мне, я на них с радостью отвечу. Самое главное, я хочу сказать, что если вы хотите красиво получаться, или вы хотите красиво фотографировать, просто пробуйте золотое сечение. На некоторых есть телефонах. Используйте, пожалуйста. Не нужно вам самостоятельно эти клеточки делить. И чем больше у вас будет проб, тем больше у вас будет результата. И помните про свое состояние. Оно очень много дает для того, чтобы фотография была яркой и красивой. Благодарю за внимание. Хорошего всем продолжения. И до встречи. Ирина, спасибо вам огромное-огромное от сердца.